А какая социально-политическая сущность нашего сегодняшнего строя? В какой структуре социально-политической мы сегодня живем? Демократия? Или нет? Ну кто скажет? В какой? С элементами. А? С элементами. Ну это элементы. Это очень изяшно сказано. Но наука изяшно с вами не требует. Наука требует, как говорил Владимир Владимирович, к нищему речи точно и новой. Я сейчас его представить, цитирую. У вас пушки завянутся. Я процитирую. А публикованные. Вчерашний, 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 вчерашний. 14? Вчерашний, вчерашний. Да, да. Вчерашний, вчерашний. Вчерашний. Очки-дверь нельзя. У кого есть очки? Ни у кого нет очков? Да. Нужно прочитать. Да? Поэтому мы будем найти отписок. Ответ известному американскому донористу, который принимает для нас частую дискуссию. Хороший, у вас один мужчина. Можно вас проэксплазировать, одного мужчину? Конечно. У меня... Батюшку выпей, и никогда не обрежу. Для лекции не попробуй. Если больше я тебя уважал, никогда в рот не бери, а для грязи. Я грязи в рот не беру. Ну, это кто-то. Ну, конечно, не беру. Бевать его больше на счастье. Но 312 возьми его здесь. Возьми очки на лифт. На лифт забрать. Да. А не перейдем. А не принесите вам эту пушку. Да, очки, очки. Выкрыть это вам. Важней, чтобы не карманчики. Да, слушай. Значит, вот это нам нужно знать. У тебя, мы на семинаре. Я хочу, чтобы вы расслабились. Забыли обо всех своих учителях. Учителях языковых. Учителях языковых. Потому что, не думая, у нас делать нечего. Вообще, есть такие дисциплины, которых, не думая, делать нечего. Это философия. Это политология. Это журналистика. На литературе. Там конкретно все. Произведение. Фёдор Михайлович Достоевский. Бесы. Выступает дам. Вооружённые. Все из серьёзных состояния. Вот сейчас по тебе. Некто из них. Хорошие лекции считают. И несут отстегательную мелкую. Среди 70 степени образования и степени минимальной действительности. Там тут всё конкретно. Знаете вы эти произведения декста или нет? Кто из вас читал идиолог? Вот сейчас Достоевский читает лекции. Сейчас замечаю. Сын моего одного из сотрудников. Один. Леонид Савойловича. Он сейчас председатель области Достоевского. Видите, вы знаете, профессор читает лекции. В московском, в муссете. Никто не знает. А сейчас идут дни Достоевского. Идёт Фижин Достоевский. Великолепно сыгранную роль артиста. По телевидению. По телевидению. Съявили за сведением. Вы не смотрели? Вот тогда вопрос. А что вы... Что вас увлекает нам? Вот так. Отделение жилья. В гостях. История и печатки за любовь и страны. Высокомол. 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 Вот чем вы заполняете свой трудовой день? Что вы изучаете? Политэкономии у вас нет, да? Нет. Философия уже была. Была. Так сказать, мы уже прошли, как бы. Что вы говорите? Мы уже прошли. 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 А Пушкин знает, Бог же прошли его. Я не пойду, не уловлю уровень, на котором с вами нужно разговаривать. Правильно? Откорянно говорю. Не потому, что у вас обидят. Мир у девочки. Не потому, что я не знаю, о чем с вами разговариваю. Когда я цитирую Моряковского, я чувствую, что вы ничего не знаете. Потому, что вам никто не преподавал его серьезно. Потому, что столько шпану прорвалось в это время. В начале кирсика. Теперь называют уже сумасшедшие, как эти годы, 90-е, 70-е годы, как их называют? Лихие. Лихие, мам. А как нежно называют? Лихие. Годы подлецов. Вот как надо этого назвать. А почему они лихие? Кто это? Лихой Маркес, кнутом, на тройке мчит промчался, что ли? Это к штабамштанам морочил лобу. Предатели Сулкинсы. Вот все он есть. Он подписал такие документы, готовые продать всю Родину. Он за то, чтобы вы позволили нас стрелять Белый дом, он отдал все запасы урана, которые были выработаны, работали в Советском Союзе. Более чем в Соединенных Штатах было на запасах. На 50 тонн. И он все это отдал. Чтобы признали, что он демократически поступил, расстрелял Белый дом. Вот кто правил на это. Поэтому, когда в России сейчас говорит, в такой острый форме со всей этой публикой демократии, она должна попределиться. Я не переказанного. У нас еще много семинаров. Я хочу что-то вам передать и рассказать. Я готов с вами спорить, соглашаться, с чем-то согласен, мы здесь согласны. Тогда я вас чем-то обогащу. Вот когда я встречался с Михаэлсом, вот здесь, далековато, отсюда далековато. Это телеграф. Там есть улица Огарева. Есть, знаете, кто знает поскольку? Улица Огарева, знаете? Телеграф, знаете? Это рядом с Тверской? На Тверской, да. Так что идет. После Майковского уже идет первая Тверская, Римская. Все это попеределывали. Делать нечего. Вот раньше. Вот улица Борьков, вся. Спасибо большое. Вот теперь все, люди будут обязаны. Спасибо. Я вот сомневаюсь, что я цитирую вам в пользу и для дела. Мне не хочется у вас снимать время. Давайте, называйте ваши поэты, не цитируйте. Почему журналисты должны знать поэтию? Она отражает ситуацию. Второе преимущество, которое нам надо учиться, преимущество, которому надо учиться у поэту. Выражать мысли свои. Выражать мысли свои. Ну это и всем, и писателю нужно выражать мысли. Ну вот Достоевский мы говорим. Достоевский как выражает мысли свои? Так как Майковский или Пушкин. О, как растягивает. И копошится там, цепетую поставил, что сложится с членой. Потому что он только сказал, а кали и глаза в этой юной дамы. А потом начинает оттенки искать, а потом еще что-то в эти глаза и так далее. Это сила Достоевского. Он так глубоко проникал в существо окружающего его мира и людей, психологических портретов. Потому что у него все время родилось-то в голове огромное количество определений. И он боялся, он чувствовал эти нюансы. Бедная его жена, сценографистка, все это записывала. Пока он думал, она записывала. А она потом обрабатывала. Поэтому так долго написал. Но они удалены. Вот те образы, которые тогда волновали людей. Но оказывается, они и сегодня волнуют людей. Потому что он уловил в ходе этого анализа без всяких экспериментов, никаких лабораторных исследований, никаких социологических опросов. Сколько балбесов кормится на этой социологии у нас. И ничего умного сказать не мог. А один Достоевский, без всяких социологов, раскрыл глубины человеческой души, окружавшего его мир. Это вот обширное. Журналист не может себе позволить. Это не романист. Он не может написать. Идиот в 600 страницах. Никто не опубликует такую вещь. И нельзя отопековать. Значит, нам ближе поэзия, краткое выражение. Вот поэтому надо знать поэзию. Поэзию. Поэзию во всего всем город. Как сказал товарищ Пушкин. Злодейство. Гений и злодейство не совместны. Вот и все. Гений и злодейство не совместны. Можете философству сколько хотите. Вот такое было истинно близко. Вот о чем нам надо с вами разговаривать. Тогда наши встречи будут вам, по крайней мере, полезны. Потому что не нужно думать, что только те, кто активно занятся делами перестройки нашей страны, что они все знали, куда везутся. Скорее, жизнь теперь показывает опыт в прошедшем 20 лет. Они не знали, куда ведут. И до сих пор не знают, куда везутся. Вот поэтому мы путаемся. А как сделано в Америке?